И здесь звенит, и там звенит. Это в той же ямке, где только что кольцо нашел. Друзья, привет! Идем на пляжный поиск. Собирался выйти со скулбом, в воду зайти. Такая волна, сейчас вам покажу. Невозможно искать. Ну, некомфортно. И решил взять приборчик Equinox 800. Ветер ужасный, я давайте вам здесь расскажу. А потом уже выйду на пляж, на берег. Взял камеру, но не взял микрофон. Я думал, что будет шумно, но постараюсь отворачиваться. В общем, выходим на берег, на море. Посмотрите, какая волна. И это действительно некомфортно искать со скулбом в воде. Хотя полностью сюда собирался пройти со скулбом. Вот по этому пляжу. Никогда здесь не был. Сейчас зайду туда дальше, отвернусь от ветра. В общем, посмотрим. Некомфортный сегодня такой поиск будет. Шум ветра просто катастрофический. Миха, привет! В общем, я пинпоинтер не брал. Все-таки надеялся пойти в воде. Попросил Мишку принести скулб. Хочу вам показать скулб, который никогда на канале вы у меня не видели. Дай, Миша. Вот такой скулб. Я его сделал, наверное, лет 8 назад. Это точно. 8 лет назад. Обычная деревянная палка для лопаты. Эта труба канализационная колена насверлил дырок. Во-первых, он очень легкий. Совсем легкий, видите? И он полностью пластиковый. Он не звенит. То есть, если я какую-то цель возьму, выкопаю, начну просеивать. Металлооскателем катушкой проверю. Он будет показывать. Если здесь что-то, значит катушка будет пищать. Если нет, буду продолжать копать. Взял Эквинокс. Сейчас отключу наушники. Они здесь не нужны. И походим вот здесь под навесом. Там под навесом. В общем, друзья, больше не болтаю. Хотел вам про скуп рассказать. Начинаем искать. Да, и чуть не забыл. Я ссылочку оставлю на приборчик Эквинокс 800, где я его брал в магазин. Оставлю под этим видео. Переходите, смотрите. Три года гарантия. Вот. Три года гарантия. Официальные продавцы. Здесь в Украине. Ссылка будет под видео. Охий ветер. И микрофон не взял. Я не рассчитывал, что будет такой ветер. Наверное, будет. Так, ну программа Поле-2. Здесь. Это не морская вода. Можно ходить. Все, приступаем. Ветер, конечно, шумит. Но постараюсь отворачиваться и громче говорить. Не думал, что будет такой ветер. 20. 19, 20. Не взяли. А вот, я уже вижу. Смотрите. Опа. Гривна. Одна гривна Украины. Только-только стал. Думаю, вот так. Вот так походим. Туда-сюда. Гривна Украины. Я кричу, громче говорю. Думаю, вам будет комфортнее слышно. Если что, обработаю так. Хабарницу. И продолжаем. Семнадцать. Я вот, катушка большая. Неудобно мне. Не понимаю, где лежит цель. А! Миха купается. Так. Опа. Немножко присяду. Может, ветер не так будет слышно. Вот видите. Все в скубе у нас. Что у нас в скубе? Пятьдесят копеек Украина. Продолжаем. Да, совсем наломал мне этот ветер, эти волны. Хотел пойти в воду. Но, к сожалению, не пойду. Смотрите, что творится здесь. Сигнал за сигналом. Я не прошел даже двух метров еще. Ни пинпойнтера нет. Ничего у меня. Только вот такой скуб и металлический. О! У нас. Ну, будем так искать. Снова пятьдесят копеек. Пятьдесят копеек Украина. Пятнадцать, шестнадцать. Я, если честно, еще не разбираюсь особо в ВДИ на Эквиноксе. Ну, это все дело поправимое. Привыкну. Монета. Да, двадцать пять копеек. Неходячка. Давно лежат, смотрите. Черные-черные. Да, море, песок. Продолжаем. Вот где была лавочка, были сигналы. Вот немножко зашел. Так, четырнадцать. Немножко дальше прошел, сигналов стало меньше. Ну, все равно есть. И это не может не радовать. Не взял. Цепок. Серебряный цепь. Серебряная цепочка. Ну, уже давно лежит. О. Целая. Целая серебряная цепочка. Ну, серебро так окисляется. Да, пробы стоят. Вот это бонус. А прошло пятнадцать минут. Цепь, серебро. Уже не зря приехал. Если бы еще в воду зайти, а он, Мишка. Во. Да, друзья, есть канал Журавлев Лайф. Про нашу жизнь, про наш отдых, про путешествия. Переходите, смотрите. Я ссылку оставлю под видео тоже. И снова такой же сигнал. Четырнадцать. Может даже крестик быть. А, нет. О. Язычок от банки. Шмурдяк. Прямо наверху лежал. Переходите, смотрите. Журавлев Лайф. Ссылка в описании. Где мы отдыхаем. Сколько стоят номера. Как путешествуем. И во всем остальном. Есть видео. Да, вот отошел. Смотрите, скамейка, переодевачка. Переодевались монеты, цепок. А здесь... Ну, вот сейчас будем здесь под навесом искать. Восемь. Шум моря. Шум ветра. Экстремальный такой поиск. Ну, вы меня простите. Я не ожидал сам, что будет такой сногсшибательный ветер. Пробка. Мусор. Продолжаем. 10, 9, 10, 9. Опа. Я привык с пинпоинтером. Поэтому, вот она. А, нет. Ракушка. Думал, монета. Что-то глубже. О. У нас. Привык с пинпоинтером. С ним намного быстрее мне. Ну, с кубом тоже нормально. У меня есть еще такой тоже с трубы. С ручкой. Пробка очередная. Да, вот она. Продолжаем. Какая симпатичная собачка. Смотрите. Песик. 6, 8. Ну, вот как по мне низкий сигнал. Ну, мне сказали 6, 8, 4. Это так звенят золотые серьги. Сейчас посмотрим. Что-то глубже. О. У нас. Глубокий сигнал. Что-то глубоко лежало. Так. Пробка. Я уже вижу. Очередная пробка. Берем. Продолжаем. Долго ходить не будем. Сейчас вот здесь на этом пятачке покручусь. Сильно напрягает этот шум. Вот, смотрите. Только-только пробку поднял. Только-только пробка была. И рядом сигнал намного выше. Сейчас будем смотреть с вами. И снова глубокий. А вот я, по-моему, уже вижу. Монета, по-моему, мне показалась. Вот она. Да? 50 копеек. 50 копеек Украина. Ходячка. Ямки закапываем. Причем закапывать ямки нужно везде. Не важно, поле, лес, пляж. Надо скрывать свое присутствие. Так, секунду. У меня браслет спал. Сейчас поставлю и продолжим с вами. Ну вот, браслет на месте. Камера снимает. Камера работает. Камера... И это еще не все. Камера у меня Econ H9. Если спрашивают постоянно, часто. Econ H9R с пультом. Неплохо она снимает. Нормально. Ну, вы сами видите, качество. Я сделал микрофон, но сегодня я его не взял. Не думал, что будет такой ветер. Опа! Гривна. Очередная гривна. Две монетки рядом. 50 копеек и одна гривна. В Хабарницу. И продолжаем. Какой высокий сигнал? 25-28. Ну, вы слышите, да? Мы взяли скубе. Монета. Монета 50 копеек. Очередный полтинник черненький. Берем. Продолжаем. Амиха купается. Вот уже морж. Вода, кстати, теплая-теплая. 10-16. Совсем непривычно мне без пинпоинтера. Да что ж такое? Совсем глубоко. Сейчас мы точно определим, где центр. Пинпоинтер. Вот здесь показана цель. О! Вот и взяли. Пинпоинтер работает четко на этом приборчике. На мяче никогда я не использую. Пробка. Вот с такой глубины. Ладно. Продолжаем искать. 8-9. Даже не успел отойти. Сейчас определим центр. Пинпоинтер. Вот здесь. Щетка центр работает, если пользоваться на приборчике пинпоинтером. Пробка, да, я вижу. Мусор. Опять почему-то браслет спадает. Ладно, продолжаем. Вот здесь. Да. Нужно пользоваться пинпоинтером. Четко помогает. Пробка. Очередная. Пинпоинтер работает хорошо. Отлично. Прям по центру катушки показывает, где цель лежит. Так. Разворачиваемся. Пойдем в обратную сторону. Так. Я, наверное, вот здесь обойду. Сделаем вот так. Чтобы не напротив ветра идти мне. А то вам совсем будет задувать. 13, 14, 12. Вот здесь. Глубже. Еще глубже. О, взяли. Пинпин отключаем. Что-то совсем ржавое, походу. Сейчас найдем. Да. Очередная пробка. Вот здесь. 15, 16. Что за сигнал, не знаю. Ну, походу. Сейчас глянем. Не будем гадать. Хотя сигнал, скорее всего, очень глубокий. Все, пропал. Вот здесь находится. О, взяли. Сейчас найдем. Да, какой-то шмурдяк. Вот она. Ржавый кусочек. Чего-то. Вот так себя он плохо и вел. 12, 13. Вот здесь центр. Взяли. Язычок от банки мы взяли. О. Ветер не утихает. Не получилось у меня зайти в воду. Очень жаль. Что не получилось. Снова глубокий сигнал. Ну, все. Ближе и ближе подрываемся. Сейчас найдем. Ха-ха. Вот такой звук на пинтал-искателе, когда пинпоинтер включен. Пробка. Смотрите, какая. Уже я даже сбился со счету. Какая по счету. Да. Да. Отлично искать очень удобно, когда вот такой пинпоинтер четко показывает центр катушки. Находка. Оп. Продолжаем. пинпоинтер. Пинпоинтер. Какой пинпоинтер. По пути? Пинпоинтер. Ха-ха. Продолжаем. 10-9 взяли сейчас отключим пинпойнтер вот так часто бывает нашел находку металлоскатель ложишь кладешь его а там звенит сейчас проверим а вот здесь вот она язычок от пробки так и вот здесь была находка сейчас будем смотреть да 10 папах не взяли не взяли у нас с кубе кольцо проб я не вижу секунду друзья проб я не вижу в общем давайте вы мне пишите я сказал на канале не буду делать обзор после находок золото не золото какое-то оно белое не знаю в общем конце будет обзорчик и посмотрим все находочки колечко все таки тем не менее лайк цепочка кольцо сейчас будем смотреть в конце что за кольцо ну проб я если честно я не вижу ладно продолжаем в этой ямке еще что-то звенит о смотрите и и здесь звенит и там звенит это в той же ямке где только что кольцо нашел только-только нашел кольцо и еще один сигнал ухты кусочек пробки и вот здесь сигнал все проверим с вами так это в хабарницу а вот здесь вот и взяли монета 10 копеек 10 копеек украина да десюли год я не вижу черненький черненький ну в любом случае находка так вот сейчас здесь пройдем такой верховой 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 сигнал просто наверху ну нож мурдяковый вот здесь что-то о вот он свинцовый грузик свинец мишка уже купается полным ходом вода теплая сезон начался друзья находки есть и это не может не радовать очень все зачетно не понял ну вот здесь что-то вроде все и пропал сигнал вот мы выкопали мы выкопали а что выкопали сейчас с вами посмотрим как короче какой-то шмурдяк мелкий даже не смог найти ладно все замерз холодный мишка ты что определить находки очень хочет на это посмотреть так как я уже сказал возвращаем мы обзорчик обзор находок в конце по многочисленным просьбам да это все где-то кольцо было в них смотри вот так кстати друзья вот таким образом вот видите как она сейчас точно так я нашел давным-давно в миле кольцо в миле кольцо в миле кольцо в пробке вот вот вам подтверждение вот я только достал с хабарницы и вот так оно здесь застряло видите вот такие вот так я нашел кольцо нужно на пляже копать все на миг смотри пока помолчи достань выковыри его в общем друзья смотрите монеты все монеты украинская ходячка пробки смотрите сколько пробок тут надписи внутри сейчас миша ты там читай пробующий ну вот вот это все находки с десяток то даже меньше монет а у него только внутри будет или может снаружи будет а ты я не знаю посмотри везде смотри вот друзья вот это все находки пробки мусор монетки и это серебряная цепочка ну а кольцо а кольцо я не вижу пробы в общем друзья мы дома определим я не могу тоже пробы не увидел сразу дома определим если будет на весах значит это золото если нет значит к сожалению бижутерия но в любом случае вот они все находят ты еще хочешь смотреть ну смотри вот так сегодня вот такой сегодня поиск планировал в воду ей-богу планировал взял скуп большой взял свой этот у меня всегда в машине лежит на всякий случай вдруг тот потеряю или еще что-то случится второй скуп всегда со мной в общем не получилось из-за ветра вы сами все видели шум ветер песок несет он весь в песке но в любом случае поиск получился худо-бедно плохо я имею ввиду в том плане что шум и микрофон я не брал не знал что будет такой ветер ладно в следующий раз пойдем в воду обязательно подписывайтесь все пока здоровья до следующего видео подпишись вот сюда на вот это позови меня стиль позови меня поле позови меня лес и крутой бережок я рожден чтобы жить словно птица на воде обнимая прибор печа хабар вышел я рожден я рожден